Блин, я с вами заговорилась, такси брови накрасила, как кариба. До меня никто не оставлял, я сама ушла. Но меня не выгоняла. Ладно, потом закончится эфир, и я сейчас подровняю брови свои. Эфир-то не было вчера, вы о чем? Она мне вот что человек написала, что было, ну и вообще-то непонятно, какая-то тёлка там бела-брызая сидит, что-то они рассуждают. О любви, об отношениях, там, а ты откуда, тебе сколько лет, да вот, ну какая разница, мне это вообще плевать другим мужикам, сколько им лет. Да, я вышла из душа, так, сейчас я посмотрю, по-русски, что. Мама смотрит мой прямой эфир, мама, привет. Не надо больше писать гадости никому. Блин, не получается у меня делать несколько дел одновременно и краситься. Не было никакого эфир-то. Ну вот, если бы ему такое написали, что я с каким-то типом веду эфира, еще флир-стую, там вообще меня прибил. Убийство бы произошло сразу же. О, Мишаня, привет. Так, не было флир-то, он выброс случайно подписчика. Ну вот, не надо телок случайно выбрать подписчики. Если бы я выбрала, я бы уже летела с 14-го этажа. Так, красотка, спасибо. Мишаня, привет. Федя тебя любила, Аниту нету, он так сказал. Ой, не оскверняйте слово любви. Так, вроде ты хозяйственник готовишься всегда, но где-то, где-то еще, может быть, не хватает опыта. Влад ревнилый, ну да. Мать, что случилось у вас, Миша? Ну, как всегда, два истерички не сошлись. Вчера, или когда-то позавчера характерами. Я в гостинице, в гостевом доме. Считаю, что он блюдон, это серьезное. Ну, нет, такого не надо говорить. Он, как бы, тоже серьезный молодой человек. Ну, по крайней мере, может быть, я не знаю, каким он там раньше был. Так, Лохотра, как всегда, иди, все в порядок приведи. Ну, я только вышла из душа, непереживаемая, сладкая. Или сладкий. Если волосики высохнут, я приведу в порядок тебя. Не нервничай так. Гостиницы в Краснодаре не работают. Ну, то есть, в них нельзя заселиться. Я много мест там звонила. Типа, не заселяют. А это там какая-то строящаяся гостиница. Типа, еще ремонт здесь. И вот, можно... Можно сюда заселиться. Вот мне тоже. Вот, 8 запросов на этот. Вот, может быть, эфир. Почему всегда я захожу, тут же заходит он? Потому что, Ксюша Волкова и Миша Гаврилов, у вас космическая связь. Вы всегда вместе. В моих историях, в моих прямых эфирах. С такой внешностью тебе нужна в актрисы. Ну, мне только в актрисы погорела ему театра. Как он смог тебя отпустить? Ну, Волкова, это судьба. Вот даже Миша говорит. Ребят, ну, вот понимаете, можно обмануть себя. Да, можно обмануть меня даже. Не знаю, дом 2. А вот судьбу не обманешь. Миша, это лучшее, что у тебя было у Ксюши Волкова. Это факт. И Ксюша лучшее, что было у Миши. Как бы он не отрицал это. Так что, с вами Екатерина Себитова. А вообще, я бы очень не хотела, чтобы Миша с Ксюшей помирились. Поэтому, ребят, вот сколько меня смотрят сейчас людей, вы все знаете Мишу с Ксюшу. Поэтому, во-первых, заходите на их страницы, подписывайтесь на них и пишите. Ксюше пишите, Ксюша, мирись с Мишей. А Миша пишите, Миша, мирись с Ксюшей. А лучше, Ксюша, Миша тебя любит. Миша, Ксюша тебя любит. Он и дома обратно хочет. Вот пусть идет. Так, давайте соберемся все вчетвером. Я, Влад, Миша, Ксюша. И как в старые добрые времена все вернемся на проект. Сядем нашей великолепной четверкой. И будем покарать, чтобы тебя вернуть, сучка. Вот видишь? Мой прямой эфир сближает людей. Кто-то сидит одинокий. Можете писать свои номера. Мы найдем вам пару. Все вместе пойдем на проект. Вот знаете, как было хорошо? Когда мы вчетвером на Сейшелок, на кухне сидели так. Мы с Ксюхой готовили нашим мужикам завтраки. Они сидели и обсуждали какие-то мировые темы. Какие они крутые. Какие мы у них там очень плохие. Потом мы с Ксюхой уходили в другую комнату. Обсуждали, какие они у нас плохие. Но мы их очень сильно любим. Дом 2 буквально на нас держался. Вообще не знаю, что произошло. И главное, все мы вчетвером из Дома 2 ушли по собственному желанию. Нас никто не выгонял, поэтому еще бы там сидели 5 лет. Детей бы рожали. Миша странный. Все мы в страны. Каждый странный по-своему. Так что я вам сейчас еще скину номер главного продюсера на Доме 2. И вы не только будете писать Мише и Ксюше, а еще и ему все мои 60-70 тысяч подписчиков пишут. Возвращайте Гаврилова с колонн Иванова и Волкову на проект. Есть у нас один солист группы Любе. Главный. Да, без нас уже не то. Понимаете? Мы не расстались, мы повздорили. У нас притирка и недопонимание. Почему Русанов всегда настрал? Потому что Русик не выездной. Он может находиться только на территории Сейшел и Днепра. Ну, Киева там. Ты собралась на проект? Да, вот сейчас высохнут волосы. Так, друзья, если Ксюша с Мишей помирятся благодаря этому прямому эфиру, то мне кажется, мы с вами все должны поверить в чудо. На самом деле ребята создают друг для друга. Просто они дураки и потеряли свое счастье. Как тебе новость, что Ира Бингвинова беременна? Очень рада за ребят, очень классно. Аире 22 года, Димке 27. У них уже, мне кажется, самое время. И тем более они достаточно давно вместе. И я думаю, что любят друг друга. Чем мажешь волосики? Это, короче, никотиновая кислота. Я делаю раз в год курс, чтобы волосики не выпидали. И хорошо росли. Продается. Так, сейчас будет 550 тысяч миллиардов вопросов. Вот. У нас тут лобное место. Да, Гаврилов тоже очень жестокий. Влад очень жестокий. Это вообще два тирана. А мы с Ксюхой две терпилы. На Дом-2 я собралась только если с Владом. Как бы мы пошли. Так, никотиновая кислота продается в аптеках. Вот таких в ампулах. Только именно для волос, которые. Да, карантин у нас на больших участниках плохо влияет. Мы просто все очень привыкли к халяве. А в карантин это очень болезненно переносится. Отказ от халявы. И поэтому мы все хотим на Дом-2. Резко. Да, Русанов с Украины. И поэтому у него проблемки из-за штрафов. Да, ну не знаю, помогает или нет. Никотиновая кислота мне помогает. Главное массаж. Поэтому я сейчас пишу Александру. Солиста группы Любе Растрагуеву. Чтобы он нас возвращал. Потому что без нас просто рейтинги буквально падают. Нет, волосы у меня не выпадают. Так, зачем смотришь дом... Зачем говоришь про Дом-2 постоянно? Следующий вопрос. Смотришь Дом-2. Ты что, возвращаешься на Дом-2? Друзья, я отвечаю на ваши вопросы. Все, что вы мне пишете, я на это и отвечаю. Если вам самая интересная тема, это Дом-2. Я очень люблю Дом-2. Я благодарна этому месту. Но мне очень нравится. Федя... Ой, господи. Федя, 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 хватит уже об этом. Я тебя тоже люблю, Миша. Вот, давайте лучше об этом. Ты рейтинговая. Ахахах, смешно. Ну, вот по смеси. Так, покажи ноготочки. Мои ноготочки. Посоветуй, как похудеть. Не жри. Вот такой собак. Здравствуйте. Здравствуйте. Частница проекта Дом-2, да? А, да. Вы меня узнали? Супер. Вот видите. Как я не знаю, да? Да, вот это, вот это, вот это я понимаю, популярность. Вот она, друзья. Просто сейчас я не знаю уже, как жить этой простой жизнью, когда он... Так, я не деревенская просто. Так, Влад не смотрит в мой эфир, потому что он меня заблокировал. Ты бросила пить? Смотрите, она по поводу алкоголя. У меня никогда не было проблем с алкоголем, то есть с его количеством, с его употреблением, там, ну, с какими-то такими вещами. У меня проблемы с поведением иногда в алкогольном состоянии, которое очень редко происходит. Ну, то есть я там могу чего-нибудь плакать, истерить, там, орать все, что все козлы. Звезда вообще. Звезда в шоке. Прямо где вот сижу, просто сияю. Так, ну, если Влад сказал, что у нас все конец, то, пожалуйста, она похожа на алкаша. Нет, на самом деле, иногда я похожа на алкаша. Еще, когда я отекаю, у нее склонность к отекам. Опухаю, как тваль. Почему не говоришь про Дом-2? Потом спрашивают, почему говоришь про Дом-2. Ребят, друзья, ну, давайте соберемся. Так, сколько у тебя было серьезных отношений? Серьезных отношений, я говорю, только с Владом. Так, ну, просто тебя выставляли так всегда. Я думала, что ты просто иногда перебарщиваешь. Ну, там много кого-то выставляли. Я говорю, ладно, выставили тираном, там, каким-то из-за альфонсом. Это вообще не так. Вот, хоть один нормальный вопрос. Где Ваня? Ну, наконец-то уже. Ну, сколько можно? Вот где Ваня? Вот это я понимаю. Людей интересует. Так, уже время. Надеюсь, мы подземься, у нас появятся детки. Знаю, знаю, знаю. Такой красоты детки. Ребят, знаете, я о чем думала? Короче, ну, вот сейчас, вы все знаете, идет мода искусственной красоты женской. Ну, там, вот эти всякие сиси, там, вот эти волосы, ресницы, скулы, зубы, там, что только не надо. Все такое не делают. Ну, вот я всегда думала, вот представьте, женишься ты на девушке, вот полностью сделанной, и какие у вас рождаются дети. А знаете, в какой момент я это поняла? Ну, там, сиси можно там пережить, там, губы, ладно, там, зубы, понятное дело. А вот представьте девчонки, которые из такого носа, вот из такого вот просто, делают вот такой вот маленький носик и сразу же становятся такими феечками. Вот я говорю, ситуация, женишься ты на девчонке, рождаются у вас дети просто вот с такими носярами. Мне кажется, я, Тимончик, клянусь, я прямо задумалась об этом как-то так серьезно. Думаю, это ужас какой-то. Ну, тоже представляю, что я бы от своего любимого мужчины родила, а у него вот такие уши были, на самом деле он их там пришил обратно. Вот такой нос. Так что, вот это я к теме на то, что единственная операция, к которой я плохо отношусь, в женской красоте, ну, как-то вот так вот подозрительно, это носяру, когда переделывают. Ну, то есть это все человек меняется вообще. Ну, то есть, опять же говорю, конечно, это уже женская самооценка поднимается, когда вот у тебя был там страшненький нос, ты сделала его красивым, все там прекрасно. На это представляете? Как-то это опасно. Так, две недели назад уже было известно, что мы придумали расставание. Ну, да, как бы мы просто еще выше из дома 2 и не можем остановиться, мутить тему, понимаете? Уже вдвоем находимся, камер нет, а мы вот все придумываем просто. Ну, вот вы правы, делала на самом деле это в этом. Так, пластику надо делать после того, как родила. Ну, как бы я такого мнения, что молодым девчонкам хочется, вот, ну, вот вопрос, а ты изменила бы что-нибудь в себе? Я бы себе сделала грудь, например. Ну, то есть у меня обычно неплохая, короче, красивая, у меня там, обычная, короче, женская грудь. Небольшая, немаленькая, все вот обычное, хороших состояний. Ну, вот мне бы хотелось великолепную, вот, восхитительную такую, чтобы вот сначала она заходила в помещение, а потом ты. Чтоб вот просто она отдельной жизнью от тебя жила. Ладно, я шучу. Так, тебе сложно ответить? Нет, мне не сложно ответить, я вроде бы на все отвечаю. Так. Вчера слышала, что во дворе били у вас. В каком дворе? Не слышала. В чем дворе? Так. Ну, все, ха-ха-ха-ха-ха. Что у нас еще? Плавное. Надо одеваться уже. У меня врачи в 4 часа записи. У меня тут всякие звездные дела, прямые эфиры. На самом деле, я сегодня первый день вообще встала с кровати, что-то делаю. У меня просто отвратительное настроение. Надо тебе, крюч, чтобы больше выглядеть гораздо старше. Почему Влад сразу же тебя заблокировал? Не знаю, почему. В просите. Как любишь отдыхать? Да я очень сильно не устаю. Так. Посоветуй книжки для развития. Я безумно люблю психологию. Вот прямо все, что... Я там не люблю всякие романы, фантастику, терпеть не могу. А вот книжечки по психологии я очень сильно обижаю. Так. Какие шаги ты сейчас ждешь от Влада? Да ничего я не жду. У меня вообще в голове полный коллапс. Я не знаю, что делать. почему не отвечаешь? Я же уже на 500 миллионов раз ответила, что я живу в гостевом доме. То есть это мини-гостиница. Потому что нормальные гостиницы большие, они не заселяют людей, если у них нет какой-то там карточки командировочной. Типа... вот такая вечеринка. Нет, я не заболела. Хочу сдать анализы. Так, у вас щитовидно не все так, что-то шеи, глаза на выкат. Глаза мои на выкат. Как вам? У меня тут врач в комментариях завелся. Обсмотр. На самом деле щитовидка у меня реальная проблема, но глаза на выкат это у меня от папы. У меня папа когда ругается, он вот так убивает. Помните это видео, где девочка стыд говорит? Поставили нас всех лет и смотрят вот так вот. Ничего не дали, шариков не дали. Ничего не дали и закрыли в классе. Кто? Кто-нибудь взял это видео или я одна? Мы с Яной Шофеевой постоянно над этим видео жали, как сумасшедшие. Ничего не дали, шариков не дали. Почему ты постоянно говоришь вечеринка? Не знаю, слово паразит. Красные глаза. Да, вроде нет. Смотри, в эфире. Глаза крутые у меня. ну у меня иногда действительно когда это я когда ругаюсь, мне постоянно говорят, ну папа, вот, папа, короче, это. А, да, глаза вытаращили вот так свои и смотрят. Это первый пристаг сбоя. Ну да, но это я думаю, что это все-таки враждание. так, друзья, все максимум пять минут. Друзья, я вас обожаю. Никакого праздника. Никакого праздника. Пожалуйста, я вас умоляю. Реально, посмотрите, кто не видел это видео, как его сформулировать там где-нибудь в Ютубе. Никакого праздника можете набрать. Девочка на 1 сентября. Да, глаза у меня только ссы, то они на выкатят, то только у меня. Так, духи, как у меня, продаются везде, где продаются духи. Чем осветляете свои шикарные волосы? Просто порошком. Вот я уже, даже видите, тут я уже стала меньше осветлять, чтобы уйти в свой цвет полностью. Вот это мой цвет, вот корни. Какой возраст у твоей мамы? Маме моей, но мне родила в 36 лет, 59 лет, будет в ноябре. Сейчас 58. Нет, я не беременна. Так, ты прокраску. Прокраску для чего? Я не крашу волосы, я осветляю, просто порошочком. Видите, сами волосы свои, не темно. И все, осветляю, и вот они светлые, я ничем их не крашу. То есть я раз в полгода промежливалась, и все. Иркутск, мы тебя любим. Я тоже люблю Иркутск. Видео обязательно посмотрите. Никакого праздника. Хватит там стучать. Чем я стучу? Почему расстались? Ну, я говорю, что мы поругались, потому что у нас притирочка. Как вот это терпение на все, да? Что, что мне терпеть-то? Что это за порошок, осветляющий порошок? Он один, как бы, как он-то, супра называется, или как, я даже не знаю, просто осветляющий порошок. Он как бы одного вида. Да, вечером я выйду в эфир. Красноярску тоже привет. Оренбургу тоже привет. Так, брови я постоянно крашу, либо такими фломастерами, там, ну, самые обычные, либо помадка и кисточка. Выравниваешь волосы. Что значит? Типа выпрямляю ли я волосы? Да, выпрямляю. У кого в гостях? Я не у кого на гостях. Это гостевой дом. Просто тупые люди, которые хотят, видимо, нас еще больше сильно рассорить. Пишут Владу, типа, она у кого-то в гостях, играет в приставку. Друзья, я вам открою секрет, что тут приставка местная. Помните, я выкладывала историю? Типа, играю в приставку. И все почему-то решили, что я такая дура, что могу пойти как будто домой в гости, ночевать. Вот видите, сколько на роду? Вот видите, сейчас открою маленькую тайну, прошла сзади моя женщина, но это не моя женщина, это не моя любовница. Это просто есть другие еще люди. В мире существуют просто другие люди и другие мужчины, но это не обязательно, что я с ними завожу отношения, когда выхожу из дома. Ай, у меня затекла нога. Привет с Байкал. Как я хочу на Байкал. Как я хотела бы, чтобы Влад съездил на Байкал. Мне кажется, что ему там очень понравится. Он просто любит горы. И вот наша эта байкальская красота, омоль, вот этот лед зимой замерзший. Это вообще очень не хотела ему показать. Ну, то есть, это как бы моя родина. Я живу в 40 минутах от Байкала. Я как раз таки живу за городом. И это прямо красота. То есть, я даже, когда была на Сейшелах, я вот, знаете, смотрела на эту красоту и думала, вот насколько на Сейшелах красиво по летнему, вот настолько же на Байкале безумно красиво по зимнему. Ну, вы понимаете, о чем я? То есть, вот это максимальный пик красоты. Чем занимаешься днями? Вообще ничем не занимаюсь. Слежу, сплю, ем, настроения нет. Тебе тоже про него неправду пишут? Конечно, это там все только тоже не пишут и кто там с кем флиртует и все, друзья, через 5 минут выхожу, потому что надо было в 4 уже быть у врача. Я еще не оделась, не погладила, не собралась. Так, ладно, когда лучше ехать летом и зимой на Байкал? Я думаю, что зимой однозначно. Прямо такой самый пик. Маме моей на данный два ничего не платили. Да, уже надо идти, а то опаздываешь. Считаю, что Рапунсель был ужасный на Сера, я даже не помню, какой он был у нас по операции. Ладно, друзья, всех благодарю за эфир. Я буду одеваться, собираться. Вечером выйду еще. Все. Давайте.